Почти все 86 лет своей жизни архитектор Жак Фреско разрабатывал города будущих. Все строения Жака Фреско происходят из простой формы, восхитившей его еще в юные годы. Когда мне было 12 лет, я смотрел на шестеренку на столе и увидел города будущего. Я считаю, что все изобретения возникают похожим образом. Я не думаю, что они появляются из ниоткуда. Фреско считает, что человеческой цивилизации придется колонизировать море, если суша станет непригодной для жизни. Комфортно, земля может содержать только определенное количество людей. И если население превысит этот предел, нам придется двигаться в морские просторы и строить города на воде. Работая в своей мастерской во Флориде, Фреско провел десятилетия, создавая детальные зарисовки футуристических морских городов. Он также строит прототипы, непрерывно экспериментирует с новыми материалами. Он даже живет в одном из них. Фреско разработал планы переноса строений в море. Они будут строиться из модульных секций, собираемых роботами, а затем доставляться в море в день, что назначение. Другие строения будут производиться из высокотехнологичного материала, называемого металлом с памятью формы. Такой металл с памятью формы может быть деформирован, скручен, искажен, а затем при определенной температуре он принимает свою начальную форму. Таким образом, здания, созданные из металлов с памятью формы, могут быть сжаты для транспортировки кубы небольших размеров, а затем возвращены в свой начальный размер по прибытии. Почти мгновенно вы увидите здание, растущее прямо перед вашими глазами, при этом вообще без участия людей. Взгляды Фреско распространяются и за пределы архитектуры. Он видит свои города как инструменты для развития гуманных человеческих ценностей. Я считаю, что наши ценности формируются окружающей средой, а также людьми, которых мы знаем, с которыми разделяем наши взгляды. Что станет для людей в будущем движущей силой? Это мир без войны, без ненависти, без фанатизма, без предвзятости. Будущее должно пригласить каждого человека войти в завтрашний день, потому что сегодняшние проблемы затрагивают каждого.